До мест глубоководных выпусков очистных сооружений специалисты экоаналитической лаборатории выезжают на катере. Его предоставляет парусный центр. Первый забор проб воды проводится на расстоянии 2 километров 300 метров. Чем дальше от берега, тем сильнее видно цветовое отличие морской воды. Но чтобы уверенно заявить о том, что степень очистки стоков соответствует нормам и не наносит вреда экологии, необходимо провести анализы. Для работы инженером-бактериологом потребуется вот такой вот алюминиевый пробоотборник, 96-процентный спирт и зажигалка. Но это вовсе не для забавы. Перед каждым забором воды специалисты экоаналитической лаборатории проводят дезинфекцию пробоотборника. Сейчас мы увидим, каким это идет способом. А теперь нужно проявить максимальную осторожность при заборе материала и в дальнейшем переливание взятой воды, специальный сосуд, чтобы лишние бактерии не попали. Причем делать это в спасательном жилете совсем непросто. И такая процедура проводится на каждом из четырех глубоководных выпусках в 250 метрах от, по течению и против, а также в так называемой чистой зоне, находящейся в двух километрах от глубоководных труб. Каждую пробу берут дважды. Одну передают для контрольных исследований в Роспотребнадзор, другую в аккредитованную лабораторию, с которой сотрудничает Сочинский водоканал. Количество бактерий, вызывающие заболевания кишечной микрофлоры человека на местах глубоководных выпусков, как правило, соответствует норме и даже намного ниже. Исследования проводятся и на содержание в воде химических веществ. Азоты все группы, то есть это аммонийный азот, нитратный, нитритный азот, дальше нефтепродукты, неоны, поверхностные активные вещества, взвешенные вещества, ну и еще ряд других. Таким образом, каждый специалист собирает специальную сумку-холодильник по 8 сосудов с материалом для исследования. И, как показывает практика, результаты проверок положительные. Это значит, что никакого экологически опасного влияния стоки, поступающие из четырех городских очистных сооружений на качество морской воды, не оказывают. Ведь для того, чтобы произвести такую фильтрацию на очистных сооружениях, проводится большая поэтапная очистка от различных загрязнений. Пробы морской воды на глубине берутся один раз в месяц. Кроме того, все глубоководные выпуски, привлеченные сочинским водоканалом, специалисты отремонтировали перед началом летнего курортного сезона. В море в районе Сочи, особенно в Лазаревском районе, сбрасываются стоки от очистных сооружений канализации, не находящихся в зоне ответственности сочинского водоканала.